Дорогие друзья, всем привет! Новый ролик. Сегодня мы поговорим про вертушку, как задерживаться в зоне атаки, что делать, какие действия и на что обращать внимание. Погнали! Итак, для чего вообще нужна вертушка? Чтобы удержать шайбу в чужой зоне, чтобы открылись коридоры для паса и вы совершили атаку. Что такое вертушка? Это когда мы в чужой зоне, нападающие. Один находится здесь, один находится здесь, один находится здесь. Все двигаются по круговому движению, заменяя друг друга по кругу и оставляя шайбу вот в этом месте, оставляя шайбу за спину. Игрок один оставил, игрок один подбирает. Один уходит сюда, один уходит сюда. Следующий игрок подбирает, вытягивает на себя игрока, опять в этом месте оставляет. Вертушку используют все команды и в КХЛ, и в НХЛ. Это очень полезный элемент, потому что из этого можно вывести атаку, задержаться в зоне и проатаковать ворота. Итак, по вариантам развития событий. Когда нам игрок оставил шайбочку, мы ее подбираем, выезжаем. Первый вариант это бросок поворотом с этой позиции и игрок идет добивать. Старайтесь, чтобы оптимальное расстояние было, ни близко, ни далеко, на большой скорости. И оставление делать не через эту сторону, а через борт, чтобы шайбу не забрали, потому что здесь у нас соперники будут. Первый вариант с броском. Идет вертушка, 2-3 оставления и поехали. Подбираем, разворачиваемся. Следующий вариант это передача на пятак и бросок сходу. Мы также двигаемся по круговому движению. 2-3 оставления сделали. Игрок подбирает. Игрок сюда на пятак. Идет передачка и бросок сходу. Это когда игрок оставляет, и я иду на бросок. Едем на вертушку. В эту сторону обязательно оставляем и сразу под открывание. Ролик создан при поддержке наших трех основных партнеров. И первый это Альфа-банк, который предоставляет бесплатную карту с ежемесячным начислением в 6%. Второй это Яндекс.Маркет. Огромный выбор товаров по самым низким ценам. И третий это сервис страховки.ру, где вы можете найти по минимальной стоимости страховку для спортсмена, осаго или каска. Ссылки с особыми условиями будут в описании. Переходите, сохраните себе в заметке. Пригодится. Итак, третий вариант с вертушки. Когда этот игрок владеет шайбой, оставляет посильнее ее в закругление, игрок подбирает с тормозом, вылезает на ворота. Этот игрок, соответственно, тоже сюда. Когда идет оставление с вертушки, игрок быстро подбирает и вылезает сразу на пятак. И последний, четвертый вариант это с подставки. Игрок здесь, игрок здесь, игрок здесь. Этот получил шайбочку, повыше двигается, игрок скатывается на подставку. И сильная скользящая шайба, здесь надо подставить подставкой, забить гол. Про подставку у нас тоже есть технический урок. Подписывайтесь на канал, смотрите. Смотрим. Идет круговая вертушка. Оставление. Очень частая проблема идет не взаимопонимание партнеров. То есть надо нарабатывать лет с восьми, уже можно это использовать. И любителям тоже, в частности, частые вопросы, что делать, как задержаться в зоне атаки. За счет вертушек, за счет открываний, за счет резких вылезаний. Итак, на этом все. Хочу пожелать вам удачи. Крутите, вертите. То есть вот этот треугольник запускайте по кругу. Меняйтесь местами. Атакуйтесь, чтобы это было красиво, динамично и, главное, эффективно. С вами была Школа Айс Дэй. Подписывайтесь на канал. Ждем вас на занятиях. Пока. Это тактические моменты, которые нужно тоже изучать и проходить, и отрабатывать. А не только работать над техническими своими моментами.